Всем привет! С вами Веломода. Сегодня мы показываем необычную процедуру. Это прокачка гидравлического тормоза. Ну, вернее, не прокачка, а скорее докачка. Почему мы это делаем? Делаем мы это потому, как гидравлические тормоза все больше входят в моду, и, соответственно, их становится все больше. И с ними бывают такие нюансы, как завоздушивание. Вот с этим самым завоздушиванием мы сейчас и попробуем пробороться. Потому как это очень часто встречается. Даже на новых велосипедах иногда бывает завоздушный тормоз, что ручка практически не хватает. Хочется, чтобы она хватала быстро, резко, резво и качественно. В общем-то, процедура эта не сложная. Для этого нам понадобится, собственно говоря, масло. Для гидравлических тормозов. В данном случае это минеральное масло, потому как в шамановских тормозах используется минеральное. Ну, разницы большой нет. В Авиде будет использоваться ДОТ. Ну, принцип остается тем же. Также нам понадобится обычный мультитул. И вот такая вот специальная вороночка. Вороночка это из набора для прокачки тормозов малого от Шимана. Также с ней идет в комплекте вот такой вот шприц со специальной трубочкой. Ну, в данном случае они нам даже и не понадобятся. В данном случае нам нужна только воронка, подставка, ну и, в общем-то, масло. Приступим к нашей процедуре, так называемой, выдавливания лишних пузырьков. Для этого нам надо в первую очередь поставить ручку параллельно земле. Это делается для того, чтобы мы могли установить воронку вертикально и чтобы пузырьки выходили вверх. То есть это обязательно нужно сделать. Затем мы снимаем крышечку. Крышечку вот эту вот на ручке. Ну, вернее, даже не крышечку, а просто вот это стопорное. Стопорный винтик этот. Крышечку можно оставить в покое. А вот винтик вы снимаете, но его лучше, конечно же, не терять. В данном случае он просто выпал. Берем воронку. В принципе, можно даже использовать не воронку, а использовать даже обычный шприц. Если его плотненько насадить туда, вот мы сейчас воронку вкручиваем, потому что воронка имеет специальную резьбу, на которую мы можем ее вкрутить. То есть она вкручивается сюда. Не просто так все это сделано и не просто так этот набор стоит, в общем-то, немалых денег. Накрутили хорошенько, но тоже не стоит слишком сильно тут усердствовать. Накрутили и накрутили. Дальше что мы делаем? Вынимаем наш специальный вот такой вот зажим. Он идет также в комплекте с этим малым тормозом, вернее, малым набором для тормозов. Берем наше масло и заливаем его сюда. Масла можно лить немного там. Даже, вернее, это не масло, это тормозная жидкость. Будем называть это маслом для удобства. Что мы дальше делаем? Вообще-то процедура очень проста. Мы просто нажимаем на ручку тормоза. Причем нажимаем интенсивно и эффективно. Погнали нажимать, видим, что пузырьки пошли. Нажимать надо резко, работать хорошо. То есть, встали и погнали жать. Вот так жамкать, жамкать. Видим, что пузырьки пошли. Это значит, что прилично у нас завоздушился наш тормоз. Ну, как говорится, бывает. Пожамкали, пожамкали. Дальше что мы делаем для пущей эффективности? Мы простукиваем гидролинию. То есть, пошли стучать по ней. Ну, можете просто рукой постучать. Можете постучать к каким-нибудь предметам. Ну, кому как больше нравится. Ну, я постучу рукой, в принципе. Особо, как говорится, не страшно. Пожамкали, пожамкали хорошенько. Можете, в принципе, пожамкать там и побольше. То есть, лишним оно не будет. Пожамкали, пожамкали. Закрыли это дело плотно, чтобы оно не вылилось. Почему? Чтобы оно не вылилось. Потому что мы сейчас это выкрутим. И оно тут побежит ручьем и зальет вам все, что только можно. Вместе с вашими тормозами, рулем и всем остальным. Поэтому, вообще, лучше, конечно, взять салфетку и аккуратненько это все дело протереть. Если вдруг оно, не дай Боже, прольется. Но мы-то, как говорится, люди аккуратные. Поэтому у нас ничего не прольется никуда. Но, во всяком случае, мы будем стараться, чтобы оно никуда ничего не пролилось. Поставили на подставку. Видим специальная подставка. Как говорится, сделана не пальцем, конечно, она сделана. Берем крышечку, которую мы до этого благополучно потеряли, и закручиваем. И закручивать ее надо хорошо, чтобы тут ничего в будущем не завоздушивалось. Чтобы не попадал сюда воздух, чтобы не попадала вода ни в коем случае. Потому что, если вода сюда попадет, то это рано или поздно приведет к поломке вашего тормоза. Вот так вот взяли, закрыли, закрутили. Вернули ручку на исходную позицию. Ну и все. Поехали кататься дальше. И теперь у нас хороший прокачанный тормоз, и все в порядке. А с вами была Веломода. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Всем до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok